Математическое понимание природы. Написал эту книгу Владимир Игоревич Арнольд, академик. В прошлом году исполнилось 80 лет со дня его рождения. Сейчас его нет, у нас остались его книги, вот его портреты. И я процитирую небольшое. После того, как книга по математике задачи для детей от 5 до 15 лет вышла в свет, он пишет. И дети, и взрослые читатели часто сожалели, что там были только математические задачи. Ведь и все естествознание заслуживает столь же активного, творческого к себе отношения. Математика и естествознание. И вот дальше Арнольд продолжает. Теперь я отвечаю на эти пожелания. «И буду всегда стремиться быть понятным читателю, не имеющему предварительных знаний, но столь же любознательным, как большинство подростков». Вот именно такая аудитория здесь присутствует. Вы подростки и вы любознательные. Эта книга имеет еще такой подзаголовок, значит, название ее основное. «Математическое понимание природы», а далее читаем. «Очерки удивительных физических явлений и их понимания математики». Здесь 38 очерков, а Кабин Карнольд назвал их, описываемые в них, явления удивительными. И вот с малым числом этих явлений я постараюсь вас сегодня познакомить. Языком, средством, языком изложения этих явлений и средством понимания сути физических явлений, конечно, для нас будет математика. Сюжетов будет несколько, два, три, может быть, четыре, как пойдет разговор. А первый сюжет такой – «Математический маятник и его фазовый портрет». «Математический маятник и его фазовый портрет». Слово «портрет» – это многозначное слово. Это не только то, что художник изобразил на холсте. По литературе вы, скажем, изучаете, даете психологический портрет литературного героя и так далее. Так вот, «Математический маятник и его фазовый портрет». «Математический маятник» вы наблюдаете у нас с тем, что это стержень, который подвешен и совершает вот такие колебания. Теперь вопрос. Вот движение может быть с малой амплитудой, движение может быть с большой амплитудой. Это одно и то же движение. Это движение одного типа. Они отличаются только амплитудой. Есть вот такое положение, положение равновесия, когда маятник неподвижен. Это тоже можно назвать движением. Ну вот, положение равновесия. Хорошо. А скажите, какие еще виды движений могут быть у этого математического маятника? Наряду с колебательными движениями, с колебаниями и положением равновесии точки покоя. Какие еще виды движений? Как еще может двигаться? Или как еще, в каком состоянии может находиться маятник? Так, пожалуйста. У нас пространство маятника, если мы поставим ей волос, с другой стороны у него клебательные движения, совершенно не налоги. Что я должен сделать? Как? Может быть, вращательное вращение. О, вот это уже мне понятно. Значит, этот маятник может совершать вращательное движение. Смотрите, если мое сокрутие достаточно сильно, то он будет вращаться. И если исключить влияние сопротивления, воздуха, трения, то он так и будет вращаться. Значит, вот мы уже три состояния этого маятника с вами определили. Точка покоя, колебания и вращательные движения. Так, пожалуйста, еще какие движения могут быть? Он может быть передвигаться в пространстве сам по себе. Может быть что? Передвигаться в пространстве сам маятник. Если не фиксированная точка подвеса. Нет, мы считаем точку подвеса неподвижной. Так. Нет больше ответов. А почему? Потому что есть одно положение маятника, которое мы на теле не наблюдаем. Поэтому оно вам и не приходит сейчас на ум. Равновись, точка покоя, когда маятник смотрит вверх. Маятник смотрит вверх. Скажите, теоретически мы можем вообразить такое положение? Да. Теоретически. А практически мы можем осуществить или нет? Смотреть какой маятник. Так. То есть вы хотите... Что значит такой маятник? Маятник без трения? Ну если там достаточно сильное трение, то маятник у него... Нет трения? Нет там никакого. Да. Есть еще верхнее положение равновесия, которое неустойчивое. Это все равно, как если бы мы захотели карандаш поставить на острие на столе. Теоретически такое положение существует, состояние такое существует, теоретически, да? Но практически она не реализуема. Дело в том, что все, что мы наблюдаем в окружающем нас мире, связано с устойчивостью. Итак, мы насчитали с вами у маятника четыре возможных его состояния. Устойчивая точка покоя, устойчивое положение равновесия, нижняя. Верхняя, неустойчивая. Потом колебательные движения и вращательные движения. Оказывается, есть еще одно возможное движение этого маятника. О котором я сейчас вам расскажу. Чем характеризуется в данный момент времени состояние маятника? Это углом отклонения от вертикали и еще чем в данный момент. Совершенно верно. Угол отклонения и скорость. Будем рассматривать и описывать, рассматривать систему координат. Значит, здесь пусть угол отклонения маятника от вертикали, а здесь скорость. Какая скорость? Ну, скажем, скорость изменения этого угла, то есть угловая скорость. Мы отклонили маятник на некоторый угол. Угол не нулевой, скорость ноль. И отпускаем его. Ясное дело, что при движении вниз скорость увеличивается. После прохождения нижнего положения ровеса скорость уменьшается до нуля. До нуля. Значит, скажем, движение против часовой сделки будем считать положительным. Угол положительный. Движение против. Угол отрицательный. Так, пусть в начальный момент у нас есть некоторые положительные угол отклонения. Стартовая точка и скорость равна нулю. И мы отпустили этот маятник. Ясное дело, что угол будет уменьшаться, а скорость по абсолютной величине увеличивается. Состояние маятника будет описываться точкой на этой координатной плоскости и координатой этой точки, это скорость угла. Стрелка показывает направление движения, соответствующее увеличению времени. Значит, положительный угол, вот это нижнее положение маятника, точка, которую я нарисовал. Угол равняется нулю, а скорость самая большая по абсолютной величине. Дальше угол начнет уменьшаться, продолжается уменьшаться, потому что движение по часовой сделке. И маятник придет в крайнее левое положение, на миг там замрет, буквально на миг, скорость будет равна нулю там, а затем вернется в исходное положение. Вот эта, так называемая, линия, которая называется фазмой траекторией, она описывает движение маятника. Так, а какая траектория соответствует нижнему положению маятника, когда маятник не подвижен? Как изобразить на этой траектории вот это состояние маятника? Точкой. Точкой, потому что в этом положении скорость, вернее и угол отклонения ступла начинаем равен нулю, и скорость равняется нулю. Вот это точка. Так, а если мы рассмотрим вот такую фазовую траекторию, которая внутри предыдущей, чем отличаются соответствующие колебания? Совершенно верно, отличаются амплитуды. Если амплитуда еще меньше, то вот так получится. Некий аван. Некий аван. Теперь давайте возьмем скорость очень большую положительную. Скорость очень большая. А угол отклонения равен нулю. Значит, маятник находится в таком положении, и мы этому маятнику придали импульс. Сообщили скорость большую. Тогда угол начнет увеличиваться. Значит, мы поедем вправо. Маятник поедет вправо. Но скажите, пожалуйста, вот эта траектория, вот эта линия, она пойдет вверх или вниз сейчас? Вниз. Вниз. Совершенно верно. Она пойдет вниз. Да, угол будет увеличиваться, но скорость будет уменьшаться, потому что сила тяжести будет маятник тормозить. Вот пусть здесь давайте возьмем угол 180 градусов. Я буду в градусах измерять угол, а не урдиан. Это непринципиально. Значит, маятник тогда будет вот таким образом двигаться. Сделай пол оборота. Сделай пол оборота. Что будет происходить дальше? По инерции продолжим движение. Значит, пол будет увеличиваться все время, мы все время движемся вправо. А что, начиная с этого момента, будет происходить со скоростью увеличиваться? Конечно, потому что он по инерции будет делиться, но еще сила тяжести его будет подталкивать. Значит, пойдет вот так вот. И так будет до тех пор, пока маятник не вернется в исходное положение. 360 градусов. Сделаем полный оборот. Ну, а дальше будет все периодически повторяться. Значит, мы видим с вами, что из начального положения, из того положения, при котором угол равен нулю, а скорость положительная, у нас выходят разные траектории. Вот эта траектория замкнута, а вот эта траектория не замкнута, соответствующая колебанию. И, значит, вот если скорость немножко уменьшит, то вот так будет происходить. Если здесь увеличить начальную скорость, то получится вот такая траектория. Больше L, больше L. Еще больше взять начальную скорость, еще более увеличить сам предупреждение. Мы видим, что здесь наличиствуют линии двух видов, которые исходят из положительной полуоси скоростей. Одним точкам соответствует вращательное движение, другим точкам начальным соответствует колебательное движение. Так. Что же получается у нас? Все точки вот этой полуоси разделяются на два вида. из каких-то точек происходит колебание, вращение, из каких-то точек происходит вращение. То есть вот обратим внимание на верхнюю полуоси. Все точки у нас разделились. Причем эти точки вот так вот, одна рядом с другой, я здесь не очень сложно говорю, что значится рядом с другой. И эти точки одна рядом с другой. А вот что между ними? Между этими множествами двух точек? Прямая. Все точки у нас разделились на два множества, на этой полуоси. А других точек здесь не будет, которые будут приводить к другому движению нашего майки. Там будет такая точка, у которой вторая координата такая, что при движении скорость станет 0 в верхний момент времени. И будет неустойчивое равновесие. Так, действительно, вот существует такая точка, то есть существует такая скорость, я ее обозначу со звездочкой, допустим, начальная такая скорость, что если мы придадим нашему майку именно такую скорость, то маятник начнет двигаться, двигаться вправо, вправо, то есть вверх, все отклоняться, отклоняться, и вот эта линия, можно сказать, упрется вот в эту точку. Вот это линия траектории, которая разделяет замкнутые траектории от, не замкнутых, разделяет, делит. Вот раньше у кого, так сказать, в деревне был такой прибор, который назывался сепаратор. Что делал сепаратор с молоком? Кто знает? Никто не знает. Превращает все в масло. Ну, то есть это кто-то типа о маленькой центрефуде. Сепаратор это такое устройство, прибор, может быть, на мясорубку похожий, который раскручивается, барабан, в этот барабан заливается молоко, жир и молоко имеют разную плотность, они разделяются и с одной стороны получают сливки, а с другой стороны снятое молоко. Сепаратор это деление или, скажем, коалиция каких-то государств воюет там с каким-то другим государством, ну, одно из этих государств заключает мир с противником, несмотря на своих союзников, не принимая их мнение в понимание. Вот это называется мир. Какой мир? Сепаратный, то есть отдельный. Сепарация это отдельный. Отдельный. В подшипниках тоже, в шариковых подшипниках есть обойма, которая отделяет один шарик от другого. Так вот эта вот замечательная линия называется Сепаратриса. Называется Сепаратриса. И действительно, если нам удастся подобрать такую начальную скорость, теоретически она существует, что майкнет начать движение вверх-вверх-вверх и будет приближаться к верхнему положению равновесия. Мы находимся с вами, рассуждаем теоретически, и вопрос. Сколько же времени будет происходить движение вот по этой Сепаратрисе? В теории дифференциальных уравнений есть такой раздел математики. На втором курсе будете изучать. В теории обновенных дифференциальных уравнений доказывается, что время движения по Сепаратрисе, кто догадается? Так, конечна или бесконечна? Интуиция работает? Нет? Опыта нет? Время движения по Сепаратрисе бесконечна. Теоретически. Значит, вот эта точка, я сейчас держу ее точку на плоскости, называется фазбой. В движении фазбой точки о Сепаратрисе бесконечно. И теперь мы с вами видим траектории давайте посчитаем. Кажется, пяти видов. Значит, устойчивое нижнее положение равновесия устойчивое, неустойчивое верхнее положение равновесия два. Колебания маятника, колебательные движения это значит три. Вращательные движения четыре. И движение после Продрессии это пятый вид траектории. Значит, маятник вот такой математический может совершать, может находиться в одном из пяти своих состояний. два положения на десятки движения в котором и координаты и скорость меняемся. если продолжить рисовать вот эти фазовые траектории, то получится картина, которая и называется фазовым портретом. Вот эта плоскость, угол, угловая, скорость или координата и скорость называется фазовой плоскостью, а здесь возникли фазовые траектории. Я сейчас нарисую еще некоторые траектории и дополню эту картину. Значит, вот здесь минус 180 градусов минус сепаратриза соединяет неустойчивые положения соединяет устойчивое , идет из неустойчивого в устойчивое положение в равен или наоборот, из неустойчивого в устойчивое. Так. Здесь сепаратриса. Так. И давайте отделим направление движения вот по этой сепаратрисе. Куда я должен поставить стрелочку по сепаратрисе? Вверх или вниз? Так. Давайте посмотрим. В этой точке, вот которую я держу, скорость отрицательная или положительная? Скорость отрицательная. Значит, угол будет уменьшаться. Что будет происходить с уголом? Угол будет уменьшаться, да? Так. Нарисуем еще сепаратрисы, с которой идет. Так. Вот следующее значение. Угла сколько градусов? 540. Совершенно верно. 540 градусов. 540 градусов. Совершенно верно. 540 градусов. Вот такой фазовый портрет. Вы можете прочитать статью Везелова в журнале Квант. Примерно 1986 года там же есть и хорошие картинки. Их можно на сайте увидеть. Здесь все номера квантов в золотом доступе находятся до прошлый год. Так. Теперь я нарисую еще одну траекторию, которая соответствует вращательному движению. Направление движения по фазовым траекториям непрерывно. То есть близким точкам на фазовом плоскости соответствует близкий фазовый вектор. И поэтому скажите вот в этой точке я должен стрелку белую нарисовать в каком направлении? В правой или в левом? Да. Тогда задали такой вопрос. Скажите в этой точке скорость положительна или отрицательна? Отрицательна. Значит угол увеличивается или уменьшается? Уменьшается. Уменьшается значит смешение временного вот так. Вот так. И таково направление во всех точках этой траектории. Скажите эта траектория соответствует вращению или колебаниям? Вращению. Вращению. Отчем отличается вот это вращение верхнее вот от этого? Доплощение направления 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 вращения потому что маятник может включиться в одну сторону и в другую сторону. Вот мы нарисовали фазовый портрет. Здесь повторение повторение с точки зрения физики и реального мира все равно какой угол рассматривать или 0 или 360 градусов. Значит вот эта картинка переносится в окрестность этой точки и здесь тоже вот такие же замкнутые траектории. Замкнутые траектории. И вот точки покоя имеют классификацию. Вот эта точка покоя называется центром потому что центром вот этих овалов. А вот эта точка посмотрите из которой выходят и входят симпатрисы называется седловой точкой. Называется седловой точкой. Значит я так вот напишу точка с координатами 180 градусов 0 это седло или седловая точка. Седловая точка. Вот эта точка. Ну и далее все круги с шаром 360 градусов седловая точка. Почему такое название интересное? А кто из вас был в горах и кстати маршрут проходил по перевалу. Есть такие перевалы? Что такое перевал в горах? Перевал в горах это вот что заточено. Значит есть точка в горах называется как точка? Вершина. Вершина, да. есть там впадина какая-нибудь вот долина так сказать точка минимум высоты. есть точка которая называется седловой точкой или седловина. вот идете вы в горы видите на горизонте вот возвышаются вершины. Да. Одна другая хребет тянется из вершины гор и вам нужно перейти перевалить через эти горы. Так вот маршрут мы выбираем не так чтобы он проходил через вершину а вот через эту точку. значит мы поднимаемся достигаем вот этой седловой точки а потом спускаемся вот дома возьмите кусочек пластилина и из пластилина вот эту седловую поверхность выглядите это интересно а я попробую показать вам только вот такую до чрезвычайности упрощенную модель седловой точки а вот вы видите значит слева и справа склон который два склона которые идут к вершинам двух гор а вот от вас ко мне ведет дорога через перевал через перевал так а какая же здесь математика а вот сейчас посмотрим система координат х а давайте я здесь напишу не z а h все равно да и рассмотрим такую функцию двупеременную h от x y равняется x умножить на y x умножить на y в каждой точке своя высота точка на плоскость x y своя высота так первый случай где высота равняется нулю в каких точках плоскости концы и начали а концы и начали с нет нет допустим на ординате на ординате я обстичу совершенно верно на осях вот если мы идем по этой оси у нас x равняется нулю здесь h равняется нулю если мы идем с вами по оси x то за счет здесь y равняется нулю и здесь высота равняется нулю то значит смотрите это такая поверхность такая поверхность по которой мы можем гулять сохраняя нулевую высоту нулевую высоту вот можно по лестнице в этой аудитории подниматься вверх это значит высота будет увеличиться а если мы идем вдоль ряда кресел то у нас высота будет постоянно это так называемые линии уровня функции так давайте посмотрим а где наша высота будет равна скажем единице h равняется единице значит должно выполнять что это xy равняется единице это что за точки на плоскости xy равна гипер как гипер гу конечно это же уравнение гипербола школьной y равняется 1 зелит на x это две ветви гиперболы значит гипербола расположена в первой четверти и в первой и третьей четверти значит над точками этой над точками этой линии у нас высота равна единице так а где высота равна минус единице значит уравнение xy равняется минус единице это тоже гипербола y равняется минус 1 делить на x гипербола ветви которые расположены в тройке или в двух четвертях вот вот это и есть уравнение седловой поверхности если у нас y равняется минус x давайте посмотрим эту поверхность над биссектрисой над биссектрисой y равняется x y равняется x значит вот эта прямая y равняется x тогда над точками ветви линей высота равняется x квадрат это парабола метви которые направлены вверх значит тут рисовать у меня уже не получится хорошо я попробую значит вот прямая x равно y и здесь вот такая парабола а если мы другую прямую рассмотрим в плоскости там где y равняется минус x то при этом условии получаем значение для охраны минус x квадрат минус x квадрат значит вот это и и и в точке 0-0 к этой прямой прикреплена другая парабола вот наша равняется минус x квадрат вот как раз эти параболы здесь и получаются одна парабола смотрит вверх своими ветками а другая парабола вниз значит это есть псевдловая точка 0-0 седловая точка и если мы посмотрим сверху на линии уровня этой функции на линии уровня этой функции то увидим два семейства г-1 вот это линии уровня высоты в седловой точке первой четверти h больше нуля произведение x y положительно здесь тоже в третьей четверти произведение положительно здесь отрицательно h меньше нуля потому что x y красных знаков и во второй четверти тоже h меньше нуля и поэтому вот если мы если путник турист какой-то горный преодолевает этот горный хребет вот в этой седловой точке в этой седловой точке то как он какой может быть каким может быть его путь проходящий через эту точку как горный турист преодолевает седловой где у него стартовая точка в какой четверти может быть стартовая точка туризма во второй или четвертой во второй или четвертой во второй или четвертой вот с этим я согласен Смотрите, вот он находится где-то ниже перевала, вот здесь находится ниже перевала. Здесь аж какая-то отрицательная. Он смотрит на перевал, берет, высота у него все больше и больше, и вот он достиг точки перевала. Стоит на перевале, справа от него одна вершина, вот эта вот здесь, эта вот вершина есть. Слева от него другая вершина, а он продолжает путь и спускается с седловой точкой, уже вниз, аж начинает упасть. Вот так вот. Так вот, почему я сейчас вспомнил это вот прекрасное такое вот горное путешествие, да? Потому что вот эта картинка, седловая точка, присутствует у нас и вот здесь вот, на фазном портрете уравнение маятника. Только здесь у нас настоящие гиперкуры и две прямые асимптоты. А здесь у нас в качестве этих асимптот выступают сепаратрисы. Но фазовые траектории в окрестностях, то есть вблизи этой точки, похожи вот на расположение и уровня этой функции. Вот что интересно. Поэтому эта точка называется седловной. Что еще нужно сказать? Вот на фазовых траекториях есть направления движения, соответствующие ходу времени. Стрелочка показывает, куда движется фазовая точка. А на линиях уровня никаких фазовых траекторий, никакого направления, просто линия. Спасибо.